Друзья, всем привет! И я к вам с рубрикой Детская книжка глазами взрослого. И на этот раз это будет Анна Катрина Вестли. Минуточку, чтобы правильно почитать. Анна Катрина Вестли. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик. Я эту книжку читала в детстве. Я помнила всех деталей, что там происходило и так далее. Я ничего не помнила. Помнила просто то, что это большая семья. И вот про большую семью. Про большую бедную семью. И я помню, что я эту книгу перечитывала. Перечитывала даже, когда становилась уже постарше. И вот сейчас, когда моей дочке шесть лет, я стараюсь покупать интересную литературу. Знаете, когда я... Меня немножко даже поразило, когда я заходила в книжный и спрашивала ту или иную книгу, они нам говорили, так её нет в программе школьной. Ну, в смысле, неужели нельзя её просто... Ну, любую другую книгу, которую там хочешь почитать, неужели её нельзя просто взять и почитать ребёнку? Или, я не знаю, ребёнок, если он постарше. Неужели он не может почитать просто книгу? Читают, что только когда есть что-то в программе... Ну, я не про эту книгу вообще в общем говорю. То есть сейчас мы просто вот покупаем книжки и читаем их. Дочке шесть лет, конечно, читаю я ей. Значит, эта книжка просто великолепная. По-другому я не могу сказать. Знаете, вообще об этой книге очень-очень хорошие отзывы. Просто восхищение этой книгой. Но есть и негативные. Их мало, но они есть. И на самом деле, ну, это глупо. То, что пишут, это глупо. В плане того, что негативные отзывы базируются на том, что как можно восхищаться этой книгой, если автор пропагандирует нищету, многодетную нищету, там, все бедные и так далее и тому подобное. Не стоит забывать, а это самое главное, когда я покупаю какую-то книгу, я обязательно смотрю, в каком году её написали. Для того, чтобы в голове моей сформировалось, да, немножко, вот хоть как-то в каком мире тогда жили. Естественно, не современный, это не современный мир. Эта книга написана была в 1957 году. Вы только представьте, сколько лет прошло. И тогда из предохранения было полное воздержание. Поэтому, естественно, что были такие большие, многодетные семьи. Да, они были бедные. Но эта книга, она пропитана настолько добротой, уважением. Она вот, знаете, как... Ну, просто что-то такое тёплое, что-то светлое. И вот я считаю, что такие книги нужно читать своим детям, чтобы они вот такую вот доброту, такой свет, такой вот, знаете, просто вот хорошие, какие хорошие люди и так далее, чтобы они вот это вот читали, они слушали. Они там, где вытворяют какие... Какой-то мракобесие вытворяют дети, не знаю, подлости и так далее. В этом нет ничего хорошего. И о чём же эта книга? Она о большой семье, в которой восемь детей. В этой семье также есть мама и папа. Мама занимается с детками. Ну, то есть там не написано, что она работает. То есть она не работает, она с детьми. Ну, понятно, потому что там дети разных возрастов, начиная от маленьких каких-нибудь, там грудничка не было, но был совсем маленький, там, может, годика три, я так понимаю. И старше, старше, в общем, школьники. И папа, который работает на своём грузовике. Да, эта семья очень бедная, даже вплоть до того, что там пишется, что они там покушали кусочком хлеба каждый и так далее. Но они дружные, они дружные, они готовы помочь, готовы оказать поддержку. Вплоть до того, что был инцидент, и папа прощает вора, и помогает этому вору, и, в общем, берёт его к себе на работу. И у этого вора складывается хорошая судьба, он женится на их соседке. В общем, всё, да, через призму светлоты и доброты идёт. И несмотря на то, что они бедные, они готовы принять в гости кого-то, они готовы угостить, да, они готовы там покормить собаку чуть ли не последним пирожком. То есть вот такая семья, несмотря на их бедный карман, у них широкие вот такие вот человеческие качества. Я бы так сказала. Также у них есть бабушка тоже. Она живёт, хотел сказать, в области. Ну да, получается, дети с родителями живут в области, в городе, а бабушка живёт в области. И тоже как бы некоторые пишут, как если она живёт несколько часов езды, как так получается, что они там не виделись по много лет и так далее. Ну, знаете, или тут и даже в современном мире, если живёшь в городе, допустим, родственник, бабушка в области, видишься там раз в два месяца, а тогда в те времена, плюс если это бедная семья и так далее, ну, можно это тоже по-своему понять. Также у них потом появляется собака, также не берут собачку. Видите, несмотря на вот то, что они бедны, они душой широкие очень. Мне очень нравится, потому что книжка очень добрая, она очень светлая, и ты её вот держишь в руках, читаешь, и тебя переполняют вот хорошие какие-то чувства. Также хочу сказать, что у меня дочка, это очень маловажно, она не любит читать, не любит, когда ей читают книжки. Ей неинтересно, ей становится скучно, мало её что заинтересовывает, ей больше хочется чем-то своим заниматься, что-то делать там, не просто сидеть вот и слушать. И это, ну, как бы первая книга, в которой она вот просто села, не хотела играть параллельно с игрушками, не хотела там делать ещё что-то, не говорила, что мама, мне скучно. Это первая книга, в которой она просто сидела и слушала с большим интересом и говорила, мама, мне интересно, что дальше, давай ещё голову, давай ещё голову. То есть вот так вот. Ребёнок слушал с замиранием сердца, насколько ей было интересно, и настолько вот ей нравилось, как вот там вот всё по-доброму, какие все хорошие. Я честно даже признаюсь, что в некоторых эпизодах были такие эпизоды, настолько они меня вдохновили, как-то разжалобили, не знаю, позитивные, хорошие, то есть не беда случилась, что даже я как-то всплакнула пару раз, настолько это, ну, меня переполняло вот это вот чувство доброты, насколько действительно люди остаются людьми. И на самом деле многим не хватает этого. Поэтому я вам, девочки, и кто вообще попал на мой канал, от души советую прочитать эту книгу. Да прочитайте сами, даже если у вас нет детей, просто посчитайте сами и просто вдохните вот эту доброту через эту книгу. Самое интересное, что у этой книги есть продолжение, и я вообще не знала, что есть продолжение, когда я начала читать, в каком году и так далее, немножко углубляться, когда эта книга была написана, оказалось, что есть продолжение. Но в наших магазинах в оффлайне о продолжении даже слухом не слышали, и поэтому пришлось искать в интернете, где бы заказать, чтобы прочитать продолжение, потому что очень хочется. На самом деле, эта самая первая книга была издана в 1957 году, потом книги издавались в 1959-1960 год, и потом был перерыв, и через 20 лет перерыва, по-моему, в 1988-1989, точно не помню, в 1980 году предпоследняя книга выходит, и самая последняя была издана в 1999, то есть ещё через 20 лет. И мне, знаете, очень интересно, как автор уже в современном мире будет эту историю продолжать, насколько, может быть, как-то её адаптируют в современный мир, либо же всё останется как будто бы в тех годах. Мне интересно почитать продолжение, как это будет передано. И надеюсь, что это будет просто прекрасное времяпровождение у нас с ребёнком. Поэтому вот такую вот книжку я вам от души советую. Она просто шикарная, потрясающая, добрая, очень хорошая книжка.